Добрый вечер. Добрый вечер, Евгений. В официальной биографии, с которой я знакомился, есть несколько моментов, которые озадачивают. Например, вот вдруг взял и ушел в армию. С чего это? Вот просто такой был порыв. Я сразу скажу, какая есть легенда, что вы на картошке с Федей Бондарчуком купили козу за 28 рублей и воспользовались ей не по назначению. Я не знал эту историю. Была коза. Да, два скотоложца. Да, нет, это была курка практически очень маленькая. Это козленок был. Не показывает на себе. Он бы не должен. Если бы вдруг решили бы. Да, нет. Вот. Нет, ушли, потому что и он тоже ушел. Да, да, да. Восемнадцать лет. Так. Мы поступили в институт. Тогда можно было год отучиться там и так далее и так подобное. А потом просто батя мне сказал, говорит, слушай, а давай это самое. Вот. Давай. По-мужски. То есть отец отправил? Ну, в общем, да. Так. Ну, я не очень сопротивлялся. Внутренне я понимал, что, может быть, не надо. И Бондарчука, и тебя синхронно отцы вступили в сговор, да? Да, да, синхронно. Там Сергей Феонович, тут, мол, Герегиныч, понимаешь? Может, они в сговор, да, наверное, в сговор, потому что мы как бы не разлучались. Ну, потом мы так шумно жили. Может, поэтому тоже. Не знаю. Ну, это два годика. Два года. Так. 85-й по 87-му. Защищал небо, родина. Да. Где служил? ПВО. Ну, заканчивал, ну, я был заюшкой, я был сержантом, меня разжаловали. Из сержантов? Из сержантов. За что? Ну, это смешная история, не буду рассказывать. Просто считать. Нет, если смешной, как раз надо рассказать. Знаете, замполит той части, в которой произошел... Я очень любил ходить в библиотеку. Так. Ну, это понятно, да? Мы любим... А читать в армии можно библиотеку. Да, да. Вот. Ну, к сожалению, или, не знаю, так сложилось, что замполит Роты был в связи с библиотекаршей. Да. Причем, ну, была жена, кроме этого. Библиотекаршая-то хорошенькая была? Да. Нет. Нет, не была хорошенькая. Ну, нельзя так говорить о женщинах, но даже по тем голодным годам, когда была женщина, когда в армии, ты слушаешь, ну, как бы она не дотягивала до... Стандартов, понятно. Не стандартов, там, ну, там, мисс Европа, там, это нет. Это, боюсь, мимо прошло. Вот. Вот. Ну, и как-то кто-то что-то шепнул, что я... А я уже дедушкой был. Ну, в смысле, старостной. Ну, дед, да. Да, это самое. Он уже шепнул, что, говорит, это... Касань там... Зависает в библиотеке. Зависает, да, зависает. А я не завис... Клянусь, не зависал. Я просто читал. Ну, этого хватило, этому человеку с прибалтийской фамилией. Что с темой ревности, да? Да, да, тупой ревности. И закончил я, вот там еще смешная история, вход в взводе в Кочегар. Армянин Кочегар? Вот. И мне заболит, я говорю, прапорщик. Забыл я фамилию. Замечательный был дядька, который так, когда я пришел с УПК... Ну, или не с УПК, просто меня уже командирнули туда. Говорит, слушайте, Асоян, мы выпили по рюмке водки, ну, уже дедушка... Говорит, а ты слышал такое словосочетание Армянин Кочегар? В голову пришлось сразу. Говорит, я тоже. Говорит, будешь сантехником. Ну, я ровно через полтора месяца утопил военный городок. Ну, потому что, какой я сантехник? Я был разводной ключ первый раз увидел, когда мне сказали, что ты сантехник. Вот все. Вот такая была история. Ну, а первый год дедовщина? Никакой. Никакой дедовщины не было? Ну, была, но она нас не коснулась, потому что нас из учебки приехало там... Тогда были землячества. Но очень не любили москвичей. Москвичей не любили нигде. Вот. Ну, когда я так понял, что тут лучше под земляка. И как бы нас три кавказцы приехали из учебки, там попытались что-то, мы стали спиной экспериментами, взяли табуретки и сказали, ну, вы нас убьете, но мы тоже тоже кого-нибудь ударим. Понятно? И как-то сказали, это шизофрения. Ну, в общем, как-то, ну, шизофрения, какие шизофрения. И все. А где часть была? Да. У нас это было... Я поменял шесть или семь частей, поэтому я уже сейчас и не вспомню. Учебка была в этом самом... Ну, это средняя полоса России все, да? Ну, да. Вот это самое. Понятно. Все-таки как-то от козы-то мы ушли. Что за история? Да никакая история. Слушай, купили козу и съели, что ли? Первый курс. Абсолютно. Первый курс. Картошка. Нас отпустил физрук, значит, в город. Ну, на один день. Это Истра. Ну, в Мосфильме, я говорю, в ГИК под Истрой копошился в пионерлагере. Картошку собирал. Вот. На остановке авто... А понимаешь, как еды, ну, как бы еда еды, много картошки. Картошка. Да. А вот с мясом была проблема. Я помню, что вот именно мясо было большой проблемой. Потом я выяснил, что у всей страны. Вот. Но вот на картошке, значит, это было особенно остро. И колбасы-то вот этого не было даже. Знаешь, что заменитель мяса. Вот такой у меня остался. И вот на остановке идет бабушка с козой. Даже с козленкой. Даже не коза была, а козленок. Идет. И, а у нас какие-то деньги такие. Ну, вот на круг было 28 рублей. И мы так думаем, слушай, а ребята там... Реально это был абсолютно отчаянный поступок. Дружеский поступок. Мы говорим, а давай с ним с отъездом в Москву. К девчонкам нашим. И так далее. Давай, Федь, купим. Мы ребятам отведем козу и зажарим. Во мне взыграла горная. Знаешь, что горская такое, кавказская. Я, который ни разу не свежевал никого, ни барана, ничего. Поняли, да? Вдруг давайте. Купили. И смешно очень. Она упиралась. Она знала ее в финал, какой ждет козу. Она упиралась. В общем, мы ее затащили в лагерь. Это надо было скрытно. Там все голодные были. Почему скрытно? Ну, с козой идет. Идут два студента с козой. Понимаешь? Ну, наверное. Вот. И там был Ваня Охлобыстин, Дитковский с Олегом. Такой курс. Художники. Рашид Нукманов, по-моему. Рашид, кажется, да, был. Ну, в общем, весь курс. Башаров, Сашка. Значит, все. И, значит, вот. Она очень маленькая. Вот козленок был очень, правда, маленький. И Ваня сказал, давайте его откармливать. Давайте откармливать. Это была ошибка. Это была ошибка. Потому что, пока его два дня откармливали, он еще похудел. И был у нас экономист, друзей. Ге, который сказал, давайте. Уже пока не поздно. Пока не умер своей смертью. Это существо не умерло. Давай, давайте. Вот. Это было ужасающе. Но это было очень весело. Много самогона было. Вот это козленка разделили на всех. Кого, кто там вот из ВГИКа был. Технологически. Кто убил животное? Он. Грузин. Ага. Понятно. Хотя Ваня громко все время говорил. Резать, мы тебя будем здесь. Резать, мы тебя будем. Ну, кажется, он не резал. Вот. И, значит, вот я помню, что на берегу какой-то речушки. Холодно было. Выпито было многое. И вот по такому кусочку каждому досталось. И потом молния. Позор. Бондарчуку. А, все-таки это было, да? Это правда. Нет, молния просто, что они убили козу там. Почему убили, никто не спрашиваешь. Все с голоду там. Понятно.